23 января в Мире отметят День ручного письма. Учредила праздник Ассоциации производителей пишущих инструментов, чтобы люди помнили о том, что можно не только слать электронные послания. Ведь практически ушли в прошлые времена, когда люди слали друзьям и родственникам письма и открытки, написанные от руки. 1 сентября поздравляла внука именно открыткой. Причем вот сейчас старые же открытки делают с рисунками, которые были старые. То есть там вот мальчик, букварь и в общем-то все такое прочее. А так, ну что, на почте что-то пишешь рукой, а честно говоря, письма нет, к сожалению, письма не пишем. В армии служил, писем писал, люблю, целую. С сестрам, в деревню, бабушкам, дедушкам. Покупали, наверное, открытки, да? Открытки все время, каждому празднику, письма так слали. Ну, конечно, своим родным, близким, которые живут не в нашей, не в России, а в Узбекистане. Вот целое сочинение писал с армии, девушка своей, да. Старался, прям выводил, как это, искусство в общем. Часто писали? Ну, не каждый день, но через день точно писал. Мама всегда мне писала открытки, я ей ходили на почту, выбирали открытки, да, конечно, помню. Ну, были репродукции же с картин, то есть и с Репина были репродукции, и Мишка, три медведя были вот такие открытки. Просто вот такие художники, которые, в общем-то, сами, видимо, рисовали иллюстрации. Ну, вот Соловьева я еще помню художника. Даже иногда вспоминаешь, говорю, надо же, как раньше, что-то все писали, а сейчас все на телефонах, все на смартфонах. Вот, конечно, сейчас все это ушло уже в прошлое теперь. Ну, ностальгия по тому времени, да? Ну, конечно, конечно, общались. А кому бы жители послали весточку, приурочив послание к празднику? Может быть, знаете, по работе коллеги, когда я начинала работать, кто помогал. Сейчас уж забыл, как писать. Приходится писать, ну, редко. Ну, короче, как-то вот, да, скоро вообще разучусь. Наверное, и дочка бы своим написала бы, честно говоря. Вот с пожеланиями, как мне мама писала в свое время, вот я бы им тоже написала. Другое название праздника – День почерка, который у каждого человека свой. Скажите, у вас красивый почерк? Да, всем нравится. А писать любите от руки? Да. А что пишете? Ну, по урокам помогаю молодому человеку, любую все что-то, по работе писать надо. Почерк у меня красивый. Я работала в снабжении, поэтому там много очень писать надо было, и красиво. Криминалисты по написанию букв могут определить с высокой вероятностью даже возраст и полчеловека. А ученые доказали, что писать от руки полезно для развития ума, сообразительности и памяти. Евгения Светлая, Дмитрий Волнов, Новости, Искры-Ветт. Дмитрий Волнов, Новости, Искры-Ветт.